Здравствуйте, товарищи! Ну, немножко, наверное, отдельно от предыдущих этих праздников, все-таки немного отличается. Сегодня у нас на «Авроре» будет большой день, большой марафон историков, общественных деятелей, которые будут рассказывать о победе. Сегодня тема одна — победа. И, соответственно, очень много будет информации, очень много будет интересных рассказов. Именно в контексте и Дня Победы, как победы в Великой Отечественной войне, и, соответственно, что же все-таки нас ждет дальше. Я поздравляю вас всех с этим великим праздником, желаю вам всего самого наилучшего. И весь коллектив «Авроры» присоединяется к моим словам еще раз с праздником Великой Победы. Ну, а начнем мы сегодняшний наш большой, торжественный, праздничный день с историка, кандидата исторических наук Германа Анатольевича Артамонова. Герман Анатольевич, здравствуйте! Здравствуйте, Роман! Здравствуйте, уважаемые товарищи! Герман Анатольевич, прежде чем поздравить вас с Днем Победы, лично уже, непосредственно, коллектив «Авроры» поздравляет вас с Днем Рождения. Потому что вот так получается, что у Германа Анатольевича 9 мая день рождения, поэтому сегодня у него двойной праздник, двойная ответственность, ну и двойное прекрасное ощущение, я надеюсь. С праздниками вас, Герман Анатольевич! Спасибо, спасибо большое! С праздником Великой Победы всех радиослушателей! Герман Анатольевич, мы с вами договорились так предварительно поговорить на тему духа советского русского народа вообще в целом, потому что вот этот вот великий русский дух, там русский дух, там Русью пахнет, еще и Александр Сергеевич об этом писал, это такая какая-то для многих инфернальная тема, инфермальная такая ситуация. Но тем не менее, все равно это присутствует. И этот великий, несломленный дух помог нам одержать победу в Великой войне, Великой Отечественной войне, плюс помог одержать победы и в другие времена в той или иной степени. И вот тогда к вам такой простой, примитивный может быть в какой-то степени вопрос. Что же это такое? Есть ли он на самом деле? Или это все-таки что-то такое, что объяснить словами нельзя, а можно просто это чувствовать, прочувствовать внутренне? И никакому народу, никакой стране это неведомо и никогда это никто не поймет. Вы знаете, вы затронули глубинный очень такой вопрос, выходящий на очень давний философский вообще спор о смысле России, о смысле российской цивилизации. Такая ли она, как остальные цивилизации, цивилизации Запада, или она имеет какие-то существенные отличия. Если эти отличия, особенности есть, то чем они определяются, какие факторы можно здесь выявить. И надо сказать, что этому спору уже не одно столетие, и многие величайшие мы России ломали над ними, над этим вопросом головы. Другими приходилось ломать копии над этими вопросами. И вопрос очень актуален именно в контексте сегодняшних процессов, связанных с очередным противостоянием, очевидным противостоянием России и стран Запада. И с тем, я бы сказал, редким единодушием, с какой сегодня разливается яд русофобии и антисоветизма в англо-саксонской геополитической традиции. Само это единодушие очень показательное, я бы сказал. Вообще, субъективно складывается такое впечатление, что такой русофобии, такого накала не было даже во время Великой Отечественной войны в нацистской Германии. Хотя не буду здесь что-либо утверждать. Вы знаете, ответ и сложен, и просто одновременно. Я, в общем-то, думаю, что, конечно же, в основе нашей цивилизации, причем я бы вот русско здесь бы сегодня, может быть, особо это не педалировал, потому что сегодня все-таки день победы советского народа, великого советского народа, всех народов Советского Союза. Понятно, что, конечно, титульная нация, старший брат и роль, и не случайно, кстати, 9 мая Сталин поднял в 45-м году тост за здоровье русского народа. Но, тем не менее, все-таки, я подчеркиваю, это праздник многонациональной нашей державы. Причем, вы знаете, мне вот пришла такая в голову мысль, у нас еще будет разговор, вот анонс был перед началом нашей передачи сегодня, этого мероприятия, которое еще предстоит, и там я как раз буду говорить об особенностях межнациональных отношений в СССР, тех противоречий, которые возникали. Но вот я бы сказал бы, что мне пришла такая в голову мысль, я бы как проблема ее поставил, может быть, понимаете, советский народ, сам термин по себе был очень удачен. И другой вопрос, а вот он был сформирован на самом деле? Процессы определенные шли, они были материально подкреплены, но был ли он сформирован? Но вот сегодня понятно, кстати, обратите внимание, что когда, я, кстати, об этом уже говорил, я замечал об этом не раз, министр обороны, когда, ну и сегодня, предшествующие годы, объезжает войска, он, обращаясь к войскам, здравствуйте, товарищи, поздравляю вас с 77-й годовщиной победы и дальше, по логике вещей нужно сказать, победы кого и над кем, а дальше просто победы в Великой Отечественной войне. Раньше эта фраза звучала конкретно, победы советского народа в Великой Отечественной войне. Президент, я обращаю внимание, второй раз уже, второй год подряд он в своем обращении использует. И сегодня даже, по-моему, у него в такой героической превосходной степени прозвучало советский народ. Но я еще к этой теме вернусь и думаю, что в конце нашего с вами разговора. Но вот сегодня я бы сказал бы, что в каком-то смысле можно понять, почему министр опускает победы кого. Потому что тогда это победы все в прошлом, советского народа-то уже нет. А есть ли какой-то удачный, удачная замена этому? Вот сказать российских народов, ну как-то, или российского народа. И вот в этом контексте мне пришла идея. Я думаю, что она у многих таких ура-патриотов квасных вызовет, может быть, и какой-то протест. Но я бы над этим, я не настаиваю, но я бы подумал. Может быть, сегодня предложить вот в контексте вот всех этих вопросов такой провозгласить тезис о многонациональном русском народе. Как вести такое понятие? Многонациональный русский народ. Но вот, возвращаясь к вашему вопросу, я бы сказал бы, что, я думаю, ответ на него может быть найден. Он лишит вполне конкретных материалистических сферок, хотя искали где угодно, в какой-то там особой загадке. Загадочная русская душа, в русском православии, еще в чем-то. Ответ, на самом деле, как мне представляется, достаточно прост. Дело в том, что действительно российская цивилизация, русская, славянская, восточно-славянская цивилизация, она в своих основаниях, базовых принципах социальной организации, она имеет ряд существенных отличий, которых мы не найдем больше нигде. Нигде. В мире такого больше нет. А именно, у славян всю их историю сохранялась территориальная община. То есть, люди жили неизолированно, они были объединены в общины. И территориальную общину, подчеркиваю, потому что, скажем, то, что сохраняется очень долго, кровно-родственная община, это как раз норма. И, собственно говоря, все соседи России, и что в Азии, и что и в современной, кстати, западной Европе, допустим, особенно, скажем, это очевидно в Италии или в Испании, сохраняются традиции большой патриархальной семьи кровного родства. Поэтому это как бы закономерно. Кровно-родственная община очень живучая, исторически очень живучая. А вот община территориальная, она единственная народа, у которого она не исчезла с образованием государства, это восточная славяня. Во всех остальных случаях эта община исчезала. Например, у франков. Мы уже с вами об этом как-то говорили. Но любопытно и другое, что эта территориальная община имела ряд принципиальных, специфических особенностей, которые напрямую ведут нас к советским сюжетам. А именно, эта община не признавала принципы социальной организации людей, основанные на любой иерархии, на любом неравенстве. В первую очередь, имущественном, поземельном неравенстве. Она отрицала частную собственность на землю. В этом смысле восточные славяне, как явление социальное, это самое чуждое явление, социальной сути, отраженной в идеологии Запада. Самое чуждое, потому что это реальное историческое явление, которое не принимает в практическом и в теоретическом уровне идею социального неравенства людей. И в этом смысле иногда у некоторых откровенных западных советологов иногда проскальзывала мысль, русские они все коммунисты, они все красно-коричневые. Это очень правильно. Даже если они при этом убеждены, исповедуют какие-то другие идеалы под воздействием, я не знаю, разных факторов. Но все равно на ценностном уровне это отражается, например, вот в тех моделях, в тех социальных отношениях, как мы их выстраиваем, ну, в простой жизни. Мы все равно являемся носителями других социальных ценностей и другой социальной модели, которые воспроизводятся из поколения в поколение. И в этом смысле у меня такое вот ощущение, в чем причина этой ненависти сегодня на Западе. Потому что я не знаю, интуитивно ли, буквально ли, но вот эту цивилизационную разницу мира России, народов России, в первую очередь, конечно, восточных славян, они там очень хорошо осознают. И почему я говорю, что здесь прямая связь с советским периодом? Да потому что, несмотря на все противоречия, на все взлеты и падения, которые случались в этот период, тем не менее, если выбирать из всех известных цивилизационных форм, которые так или иначе реализовывались в истории человечества, то именно советская модель наиболее близка традиционному типу социальной организации восточных славян. Это тот общественный строй, который в наибольшей степени соответствует России, русскому миру как цивилизации. И в конечном итоге, если угодно, то именно советская идея это та теоретическая научная база, которая обосновала специфику того, о чем вы меня спросили изначально. Есть ли этот русский дух и русская идея? Вот в научном плане это описано в рамках социалистической идеологии. Я бы вот так ответил на ваши вопросы. Спасибо, Герман Анатольевич. А вот тогда в продолжении темы, которую вы сейчас затронули. Вот, опять же, то, что советский проект был ближе всего к вот этому общинному, такому коммунистическому, коммунному строю восточных славян еще из древности. Почему на протяжении веков в то или иное время все время появляется какая-то группа? И, кстати, в советское время это тоже было. Даже не группа, а много людей, которые все время тянутся к западу и считают, что на западе восходит солнце. Ну и в итоге это привело к уничтожению Советского Союза. И до сих пор история ничему не учит наш народ и наших руководителей в том числе. Нет у нас дружбы с западом. Могут быть только деловые, причем жесткие на наших условиях отношения. И никак это не понимают. Почему так? Почему это все повторяется из века в век? Хороший вопрос. Хотя, ну, такая дружба-то с западом, конечно, возможно. Просто она не должна быть, знаете, как вот в той очень советской, очень русской песне «Я люблю тебя, жизнь». Там такие замечательные строки «Бескористная дружба мужская». Вот такой дружбы, конечно, там с западом быть не может. Вот еще до всех этих событий у меня было несколько передач посвященных русскому золоту. про баши там царского золота, золота Колчака. И вот уже тогда основной вывод, который я в конце передачи сделал, что западу ни в коем случае золото на запад вывозить нельзя, оно не возвращается. Вот такие прямые переклички с тем, как они сегодня арестовали наши счета. Кстати, обратите внимание, что вот этот с этим арестом этих счетов они же подорвали в принципе. они высекли свою цивилизацию, все то, чем они гордились. Они провозглачили священный частную собственную. Собственную. Священный. Но при этом вы показываете, что на самом деле, если вам надо в ваших геополитических интересах, то вы растопщите собственные принципы, собственные идеологии, что вы совершенно беспринципные на самом деле. Если выгодно, если надо, да бог с ней с этой собственностью, собственность частная, не частная, надо, значит, конфискуем. И ничего святого. Вот, а что касается, то есть западом золото можно только вот онлайн показывать. Вывозить туда ничего нельзя. Поэтому дружба может быть только очень такой вот конкретной, товарищеской. Вот, кстати, сегодня президент в его выступлении я внимательно его слушал. Он, в общем-то, правильную вот в отношении Запада занял линию, когда он, ну, как вот дипломат, очень мудро сказал о том, что мы знаем о том, что и американцы, ветераны Великой Отечественной войны, и французы хотели приехать, но им не позволили, но мы чтим их память и уважаем тех, кто плечом к плечу советским солдатам, ну и так далее. Это очень правильно в современных условиях. Значит, но вот что касается, а почему всегда тянули на Запад? Ну, здесь есть универсальные причины, потому что запретный плод всегда сладок, и потому что всегда лучше там, где нас нет, но если серьезно, то на самом деле а кто был ориентирован на Запад? Вот, исторически. Кстати, вы знаете, первыми такими, я бы сказал бы, западенцами были русские князья, они очень любили Запад, но при этом здесь важно отметить, что это очень такой момент до конца неосмысленный в исторической науке. Дело в том, что Запад, если вот начиная с московского периода, то есть начиная с 15 века, всегда очень ревностно относился к статусу московских князей, их принижал, и с трудом удавалось утвердить вот титулатуру и царскую титулатуру, и потом императорскую титулатуру за российскими монархами, то в домонгольской Руси они в силу каких-то причин, которых мы пока вот так у меня есть некоторые догадки, есть у других были исследователи догадки, но мы не понимаем, почему Запад признавал за ними королевский титул. И в общем, то есть считал их равных себе. Скажем, за нормандскими кунунгами только герцоги, а за русскими князьями королевские. И у них были очень прочные связи в Дунае, с Австрией, ну вот с обострением только внешнеполитической ситуации, обострившись в 13-м, в 1-4-13-го столетия там испортились, но отношения очень напряженные с Западом в дальнейшем, к католическим миром в целом. А до этого, я бы сказал, были очень гармоничные отношения. Но вот все-таки на Запад и этот соблазн пойти по западному пути, он, конечно, связан с процессами социального расслоения, которые начали активно происходить именно в постмонгольский период, начиная с 15-го века. Потому что элиты, конечно, и люди, имеющие достаток, они, конечно, понимали, что для элиты Запад в силу своей изначальной иерархичной структуры, там есть условия, ну, лучшее, чем в России. В конце концов, там положительные изотермы января, там, да, французская, итальянская ривьера, а как бы, а не вечная русская, там, да, зима, бездорожье и так далее. Поэтому сфера применения для своих капиталов иногда очень редко может быть и заслуженных, большей частью, конечно, украденных. Вот, к тому же, понимаете, в чем дело, украденное здесь, оно как-то всегда опасно, ведь, знаете, этот же русский мужик, он же такой непредсказуемый, он же то там Степана Пугачева, то Разина и так далее. А таких, вы знаете, восстаний-то, на самом деле, которых полками действующей армии у нас века не было, чтобы десятилетия, я бы сказал, не было. Поэтому арабской-то душе такой исконный, это один из мифов очередных. Но поэтому надежнее вот это вот добро выкрывать было там, реализовывать там, отсюда и все вот эти вот, как бы, очарования Западом. Но были и другие объективные основания, конечно же, и античная цивилизация, и великая античная цивилизация, выдающаяся, ее культурное наследие, как продолжателем, который, в первую очередь, конечно, стала Западная Европа. Отставание, известно, вот в силу ряда исторических вещей, культурное, да, и в области философии, фундаментальной науки, литературы, России. Мы очень поздно выходим на такой общий мировой уровень, да, не ранее 18-го, а то и 19-го столетия. И в этом смысле вот это культурное очарование Запада, оно всегда действовало исключительно на нашу интеллигенцию, но при этом очень часто они в своем духовном развитии проходили один и тот же маршрут, который проделывал Державин и Карамзин, кстати, и, в общем-то, практически весь Серебряный век, который эмигрировал туда, это тоже очень значительный плац русской культуры, оказавший влияние на развитие вообще интеллектуальной мысли 20-го столетия. Так вот, маршрут этот состоял в том, что вот это очарование Запада, оно, понимаете, издалека, вот из Кремля. Там хорошо, ну, может быть, отдохнуть 2-3 недели, но когда они оказывались там и погружались вот в эту среду, где не с кем поговорить, даже с соседом, где в кафе вы, встречаясь с родителями, расплачиваетесь каждого, каждый сам за себя, где ваша родина там, где мой бизнес. Вот эта социальная сама среда, она настолько чужда традиционному российскому менталитету, что даже элита, казалось бы, которая должна была бы себя очень комфортно чувствовать в тех условиях, ощущала себя там очень одиноко и очень быстро наступало разочарование Западом в человеческом плане, понимаете, то есть, может быть, вот сама природа, архитектура там очень хорошо, а вот в человеческом плане, русскому человеку, в российской традиции, я бы сказал, воспитанному, там всегда было очень тяжело. Спасибо. Да, но в любом случае все это продолжается, хотя я не знаю, как сейчас, в связи с последними событиями, что же это все-таки будет дальше, неужели нынешняя ситуация все-таки не раскроет глаза, и прежде всего, даже не сколько простому народу, простой народ давно уже, я думаю, все прекрасно понимает, и нет у него такой возможности ездить там по всяким ривьерам и ницам, так сказать, да, там, в лучшем случае куда-нибудь в Турцию или в Египет, да, там, то, что подешевле. И вот как раз тогда следующий уже вопрос вот по поводу смыслов, смыслов победы Великой Отечественной войны, потому что эти смыслы перевираются за последние лет 15-20, может быть, даже нет, больше, конечно, практически каждый день. Понятное дело, что патриоты говорят с какой-то более позитивной точки зрения, хотя, как вы метко заметили, вот, допустим, министр обороны как-то не указывает, что это победа советского народа, а вот президент Путин все-таки как-то уточняет эту деталь. И вот смыслы, которые перевираются и которые все-таки стараются люди именно с историческим образованием как-то все-таки вернуть в души, в мозг нашего народа, нашего люда, вот эти смыслы, это же тоже очень важно. И персонажи, которые называют себя либералами, ну для них это вообще день траура, день трагедии какой-то, да, они продолжают даже сейчас, вот в нынешнее время, откуда-то там, из далека, из прекрасного далека, пытаются обгадить, опошлить этот день, в любом случае, при всех, так сказать, нюансах. И вот эти смыслы, они действительно же важны именно для нашего народа, именно для нас. Мы действительно будем продолжать искать эти смыслы, смыслы победы в Великой Отечественной войне. Сейчас, когда идет военная спецоперация, это тоже определенные смыслы, и мы будем их еще разбирать, безусловно, там, в будущем или когда она закончится. Вот эта вот тема, в принципе, она насколько важна и нужна в нынешнее время, особенно в нынешней ситуации. Она принципиальна. Я бы сказал, что наша судьба сегодня уже зависит от сохранения этих смыслов, данных Великой Победы. Это вопрос уже, по сути дела, жизни и смерти нашей цивилизации. Ну, для меня, по крайней мере, это я так вижу развитие этих событий. Я поясню, что я имею в виду. Значит, вот вообще исторические смыслы Победы, там есть универсальные, безусловные смыслы. Вот изначально данные, которые будут сохраняться до тех пор, пока будет жива память человечества о своем прошлом. Есть, ну, смыслы, которые рождены, рождались с течением времени, были актуальны в ту или иную эпоху. Вот в этой связи я бы сейчас выделил бы два принципиальных смысла. Один вечный, а вот один рожденный современность. Значит, вечный смысл этой великой победы состоит вот в чем. Дело в том, что преимущество советского строя не только в том, что он максимально соответствует исторически, соответствует формам, цивилизационным формам России, а в том, что еще это самое справедливое и самое гуманное и самое перспективное общество общество как модель общественных отношений между людьми вообще за всю историю человечества. Это самая перспективная система, то есть создающая максимальные условия для развития потенциала человека. Это самый, грубо говоря, прогрессивный общественный строй. Соответственно, я сейчас не буду даже это доказывать, отдельную тему. Но, если это так, то этот общественный строй должен и иметь великие свершения. Он должен на практике доказывать свои преимущества. Хотя, вот исторически, вы знаете, например, мы говорим о том, что, скажем, феодализм, феодальная эпоха, она более прогрессивна, чем, скажем, эпоха рабовладения. Но при этом доказывать свое преимущество феодализму пришлось на протяжении столетий. И я сейчас прошу прощения, у меня тут маленький колосс дома, я просто лучше ситуацию, Роман, нормальный, буквально на секунду я закрою. Да, конечно, 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 конечно. Да, ну а пока Герман Анатольевич отсутствует, я напоминаю, дорогие друзья, что 14-15 мая в Центральном доме Российской армии или Советской армии имени Фрунзе бывшей состоится наш фестиваль Аврора 100 лет СССР и как раз вот Герман Анатольевич один из гостей, один из спикеров этого фестиваля, так что на нашем сайте вы можете узнать подробную информацию, купить билеты, приобрести и, так сказать, присоединиться к нам будет интересно, так что не проходите мимо, как говорится. Герман Анатольевич, продолжаем. И вот феодализм прежде чем, несмотря на то, что это была более совершенная система организации людей в процессе производства, обмена, распределения и потребления материальных благ, тем не менее в свои первые века вот этого преимущества он продемонстрировать не мог, скорее, наоборот, упадок. И если вы, допустим, ну, вот виртуальную прогулку совершите по залам музеев, допустим, Лувра и Ватикана, то вот когда вы проходите античную цивилизацию, вы видите вершину человечества, которое, по сути дела, не уступает всем последующим достижениям, в каком-то смысле их определяет. А когда вы переходите в залы средневековья, вы видите катастрофическую, знаете, как атомная бомба. Вдруг исчезает буквально все. И все технологии исчезают, величайшие достижения, культура, экономика, даже, допустим, античность знала выдающуюся канализацию, выдающуюся культуру гигиены, которая в Западной Европе вернется только в 19-м столетии. Почти 2000 лет потребует, чтобы это восстановить. Но, тем не менее, феодализм все равно более прогрессивная система, потому что он высвобождал исторические более прогрессивные отношения, которые в конечном итоге обеспечивали прогресс всему человечеству. Не сразу для этого потребовалось 2000 лет. Советский Союз вот вышел на историческую арену в момент, когда вот этих тысяч лет ему уже не было, ну, современное время так спрессовано, что доказывать свое преимущество приходится буквально на жизни каждого поколения. И у Советского Союза есть три очевидных преимущества, которые не имеют аналогов мировой истории, не имеют аналогов, и которые, ну, не сокрушим. Первое, это, конечно, индустриализация, когда за десять лет из-за отсталой аграрной страны, а если учесть, это только говоря сейчас про Российскую Федерацию, отсталая и аграрная, я не говорю про все республики Советского Союза, потому что с точки зрения, скажем, формационного, такого ортодоксально-марксистского подхода, там были территории, на которых общественный строй еще мог характеризоваться как первобытно общинный. Так вот, за десять лет масштабов такой страны, самой большой по территории, провести, превратить ее из отсталой в индустриальную и способной производить средства производства за десять лет. Конечно, таких примеров у человечества больше нет. Поэтому вся страна и знала символы этого явления. Что такое магнитка? Что такое днепрогресс? Второе, это безусловно победа в самой страшной войне, победа советского народа в Великой Отечественной войне. И против нас воевала не Германия, против нас воевала вся мировая экономика. Будущее НАТО. Да, да, конечно. Потому что если иметь в виду еще и финансовые ресурсы заокеанские, которые тоже до определенного момента участвовали, то безусловно. И третье, это, конечно, Юрий Алексеевич Гагарин и космос. Кстати, вот о Гагарине я сейчас тоже хотел бы несколько слов сказать, воспользовавшись случаем. Вот это преимущество настолько очевидное, это такое достижение бесспорное во всех своих составляющих, во всех отношениях, что мы сегодня, в общем-то, не имея таких грандиозных успехов в новом этом общественном строе, могли бы его использовать для поддержания международного авторитета нашего государства. Потому что Гагарин, помимо всего прочего, это единственный кандидат названия сына всей земли. им может гордиться все человечество независимо от социального происхождения, национальный, государственный, гражданско-этнический принадлежност, какой угодно конфессиональный. Это гордость нас всех. И понимаете, в чем дело? это тот бренд, который не просто мы можем продвигать, а который, в общем-то, имеет все шансы быть принятым там, на Западе. И как бездарно мы этим вообще сегодня распоряжаемся. Вы знаете, вот я так сложилось, что у меня дом в деревне недалеко от места гибели Гагарина в колхозе Новоселовский. Вот там сейчас более-менее его привели в порядок благодаря стараниями одного-единственного человека, Алексея Архипчелёнова. Которого уже тоже нету. Которого уже тоже нету. улы, да, теперь все, вот он не успел. Он не успел доделать до конца, он колоссальные средства вложил, чтобы восстановить. Вы знаете, я помню в начале самом-дутысячном годов на въезде там перед самим обелиском на месте гибели Гагарина и Серёгина. Там при въезде была такая небольшая конструкция из, по-моему, из нержавеющего металла. Ну, такая она как бы напоминала контуры самолета. И на ней была надпись «Земля, поклонись человеку». «Земля, поклонись человеку». А когда я приехал на следующий год, ну, кто-то из знакомых приехал, конечно, повёз их на это место историческое, я обратил внимание, что своровали на цвет, ну, понятно, металл, нержавейку. Вот для меня это было, кажется, показателем, насколько далеко зашло разложение внутри нашего общества. Но то, что сегодня государство, вот, понимаете, в чём дело, если у нас сегодня не хватает государственных средств, чтобы привести в должное состояние, подчёркиваю, это памятное место, у которого нет ни у кого на земле. Юрия Гагарина нет ни у кого, это только мы можем. И, понимая, в чём дело, вот когда я думаю над тем, что для того, чтобы восстановить, это же гораздо меньше денег, чем те виллы на той же реверии и так далее. Да? Вот, но, вот, возвращаясь к Великой Отечественной войне, я бы хотел сказать, что, конечно, вот третья и важнейшая составляющая, неоспоримое преимущество советского строя, как самого прогрессивного общественного строя, конечно, состоит именно связано с Великой Победой. И вот здесь нужно понимать, исходя из этого тезиса, что советскую идею невозможно победить, не дискредитировав вот эти три величайших её достижения. Именно поэтому либеральная наша общественность на протяжении 30 лет с такой последовательной методичностью пытается нанести удары по этим важнейшим символам и реальным достижениям советского строя. Не дискредитировав идею Великой Победы, вы не сможете дискредитировать до конца идеологически победить Советский Союз и советскую идею, советскую модель и вообще мечту человечества о построении общества социальной справедливости. Герман Анатольевич, спасибо. И тогда последний вопрос, и мы вас отпускаем, всё-таки много сегодня таких празднеств, как говорится, у вас. Но вот завершающий такой вопрос вот какой я хотел бы задать. Обычно русский дух проявляется причём так, даже не на 100, а на 200, а то и на 1000 процентов в критических ситуациях. пока рак на горе не свистнет, так сказать, и так далее. Вот сейчас, когда проходит спецоперация, да, действительно, с трудом, но вроде как она движется в нужном направлении, и мы все верим, что она закончится так, как нужно, необходимо, прежде всего, России. Самый главный символ этой спецоперации на данный момент это бабушка с красным флагом. То есть именно бабушка не с российским, с красным флагом. Вот как вы считаете, советским, да, конечно, 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 с советским флагом. Как вы считаете, всё-таки вот этот вот наш русский советский дух, да, там воюют сейчас молодые парни, которые родились уже далеко после, так сказать, распада Советского Союза, но тем не менее, вот этот дух помогает нашей армии сейчас, это просто предположение, мы же не знаем, а просто вот сейчас опять же военные действия, опять Россия в них участвует спустя долгое время. Вот этот русский дух в критических ситуациях плюс бабушка с советским флагом всё-таки поможет, всё-таки как-то вернёмся мы к нашим каким-то положительным качествам, ну и к советской идее в той или иной её вариации. Знаете, я бы так бы ответил на ваш вопрос, я тоже над ним много думал, вот я сказал, что есть символы вечные, я о нём сказал, да, первый вечный символ, и есть символы, вызванные сегодняшним днём, вот символ Дня Победы сегодняшнего дня состоит в том, что то, что в обществе уже осознаётся, и то, что нужно осознавать власть. Понимаете, в чём дело, людей не надо было учить защищать советскую роль, поэтому великие победы могут быть только у великого общественного строя, у общества потребления побед быть не может, они могут только паразитировать, а для того, чтобы побеждать, нужно жить и мечтать о чём-то большем, о чём мы есть сами. И сегодня власть должна понять, что до тех пор, пока Красное Знамя Победы это всего лишь символ, а нереальный флаг страны, вот до тех пор, пока на Красной площади вновь гордо не зареет красный флаг, и мы наконец прекратим стыдливо 9 мая прикрывать фанерками здание, к подножию которого на параде Победы 24 июня 1945 года были брошены знамена Третьего Рейха, что символически для многих, для всех поколений стало именно символическим окончанием Великой Отечественной войны и Второй мировой войны и символом победы. Вот до тех самых пор у нас не будет великих побед. Великие победы могут быть только у великого общественного строя. Ну вот, пожалуй, лучшее и не завершишь наш сегодняшний эфир с Германом Анатольевичем Артамоновым, кандидатом исторических наук, профессором МПГУ, Герман Анатольевич, спасибо огромное. Спасибо вам всех с Днем Победы. С Днем Победы и, Герман Анатольевич, с Днем Рождения. Еще раз вынуждены напомнить, редакция информационного агентства Аврора поздравляет вас с двойным праздником сегодня. Хорошо вам сегодня отметить или просто, как говорится, попраздновать. В общем, сегодня великий день и спасибо, что были сегодня с нами. спасибо. Меня зовут Роман Шахов. Смотрите Аврору, слушайте Аврору, подписывайтесь на Аврору и помните, меньше чем через неделю, в ближайшие выходные 14-15 мая будет фестиваль Аврора 100 лет СССР. Все данные по ссылке в описании. Так что, не проходите мимо, будет интересно. До новых встреч. Пока. Современный миропорядок рушится. Продолжается эпоха нестабильности. Людям нужен новый путь развития, новое будущее. Научный фестиваль покажет. Мы можем построить общество, в котором интересы граждан превыше всего. Мы за равенство и справедливость. Свой взгляд на прошлое и перспективы будущего представят именитые историки, экономисты, общественные деятели. Евгений Спицын. Я выступаю в данном случае как историк, я лишь констатирую факты. Михаил Делягин. Я рассказываю вам то, о чем вы должны с моей точки зрения знать. Александр Колпакиди. Главное это вопрос, кто будет определять развитие страны. Вопрос о власти. Егор Яковлев. Советское руководство имело разные сценарии возрождения страны. Константин Семин. Для того, чтобы началось движение массы, должно быть исчерпано их терпение. Федор Разаков. У всех сейчас, Лидия, я имею ввиду, вменяемых, должны глаза открыться на то общество, которое мы построили и продолжаем строить. Я надеюсь, там наверху тоже это понимают. Вас ждет полное погружение в атмосферу, советские автоматы, буфет в стиле СССР, знакомые лица из прошлого, интерактивы, выставка картин, советская ярмарка, а также детский хор пионеров имени Виктора Сергеевича Попова. Регистрируйтесь на мероприятие и узнайте, как история прошлого повлияла на настоящее и каким может стать ваше будущее и будущее ваших детей. Ссылка в описании к видео. Продолжение следует...